Когда мы получаем букет цветов, нам хочется, чтобы эти цветы как можно дольше стояли. Но у каждого цветка есть свой срок жизни, а в срезанном виде цветки, бывает, вянут еще быстрее, чем отцветают. И в интернете есть много советов, как продлить жизнь срезанных цветов. Они советуют и аспирин добавлять в воду, и стиральный порошок, уксус, уголь древесный, водку, спирт. Ну, им очень много других советов. Давайте разберемся, что действительно работает, что нет. Но сначала мы разберемся, почему же цветы так быстро вянут. Любое растение, срезанное или растущее в земле, испаряет влагу. И любому растению нужно постоянное пополнение влаги. В стеблях цветов, в листьях цветов есть капилляры, по которым эта влага и поступает. Многие помнят, наверное, из курса средней школы такой термин, как капиллярное явление. Вот то же самое происходит и в цветах. Вода поступает, поступает, питает листья, питает цветки. Они остаются, как ботаники говорят, в тургаре. То есть они твердые, и если есть бутоны, бутоны будут цвести. Вот эти водопроводящие капилляры у разных цветов разные по диаметру. Есть очень узкие, как у роз и хризантем. Ну а вот у таких более травянистых, нарциссы, ирисы, ромашки, у них водопроводящие пути более широкие, и такие цветы стоят дольше. Цветы начинают увядать, когда испарение превышает поступление влаги. То есть водопроводящие пути не работают. В каких случаях это бывает? Когда в воде размножаются много гнилостных бактерий, и они закупоривают вот эти водопроводящие пути. Откуда берется эта гнилостная инфекция? Она есть в воде, она есть в воздухе, она есть на самих цветах. Бывает даже не просто вода вот как-то загнивает, приобретает такой специфический запах, но и вот сами кончики стебельков тоже загнивают. Все это приводит к закупорке водопроводящих путей, и вода испаряется, влага испаряется, не поступает, растение вянет. Для того, чтобы букет как можно дольше простоял, нужно, чтобы вода была как можно более свежей. Что мы делаем? Во-первых, нужно чаще менять воду, не давать ей протухнуть. Нужно подрезать кончики растений, освобождать от уже проникших сюда гнилостных бактерий, то есть освобождать вот эти пути для того, чтобы вода беспрепятственно проходила. Но если ваза стоит в теплой комнате, то довольно-таки бурно происходит процесс развития гнилостных бактерий, и вот здесь воду нам нужно обеззаразить. Вот здесь-то как раз и пойдут в ход древесный уголь, активированный уголь, таблетка аспирина. В кислой среде хуже размножаются бактерии. Насчет стирального порошка я сильно сомневаюсь. Уксус, может, в какой-то концентрации поможет, но, во-первых, вся комната будет пахнуть уксусом. Насчет водки и спирта не знаю, я лично не пробовала, но, возможно, в такой среде и также можно затормозить развитие гнилостной инфекции. Цветку нужна и подкормка, поэтому в воду можно добавить немножечко удобрений для комнатных растений, прям совсем немножко, чтобы подпитать растения, и они подольше простояли. Есть специальные препараты, которые продлевают жизнь срезанных цветов. Их добавляем в соответствии, как нам производитель рекомендует. И вот эти препараты, они как раз и являются и питанием, и они предотвращают загнивание растений. Но все равно, даже в таких препаратах я бы советовала каждый день немножечко подрезать кончики у растений. А другое дело розы и хризантемы. Вот у этих растений водопроводящие пути очень и очень тонкие. И когда растения срезаются, побыв немного на воздухе, они насасывают, вот засасывают сюда, забирают в срез воздух, и образуется так называемая воздушная пробка, что препятствует дальнейшему поступлению воды в стебель. Даже если вот растение несколько минут срезанное было на воздухе, то уже воздушная пробочка немножко образовалась. И если мы ее, розу или хризантему, поставим в воду, все равно вода не сможет через эту пробку пробиться. Что делаем? Стебелек розы мы обрезаем под острым углом. Для этого лучше взять острый нож. Не нужно резать ножницами, потому что ножницы замнут, и все равно часть водопроводящих путей будет закупорена. Вот обрезать можно под горячей водой. Обрезать можно, обрезать и немного обжечь кончик розы на пламени свечи. Но можно и сделать проще. Надо будет обрезать и немножечко расщепить стволик. И опускаем растение в горячую воду. Вода должна быть настолько горячей, чтобы пальцу было некомфортно. Опускаем растение, и мы сразу увидим, как из стебля пойдут пузырьки воздуха. Вот это и будет выбиваться эта воздушная пробка. Чем роза была меньше на воздухе находилась, тем будет меньше пузырьков воздуха. Чем роза дольше находилась в срезанном состоянии, а розы, которые мы покупаем в букетах, довольно-таки долго были в срезанном состоянии, тем больше здесь будет пузырьков. Вот у меня довольно-таки свежие розы, и тут всего пробочка была маленькая, и она быстро вышла. Вот так и оставляем розу в горячей воде. До тех пор, пока вода не остынет, и вот так она пусть и стоит. Вот так она может постоять день и два. А на ночь розу вообще можно положить в какую-то большую емкость, в таз или в ванную, полностью прямо утопив, но следите, чтобы место среза было утоплено. А роза будет впитывать воду не только стеблем, но и листьями, и вот этого запаса воды у нее хватит на следующий день, чтобы не завять. То же самое делаем и с хризантемой, особенно с такой хризантемой, которая имеет на стебле один крупный цветок. Кустовые хризантемы как-то лучше проводят воду, а вот эти крупноцветковые хризантемы могут и быстро завять. Очень важна и температура, в какой будет стоять букет. В жарких душных комнатах цветы быстрее вянут, потому что испарение идет более интенсивно. В прохладных комнатах цветы простоят в букете дольше. Если букет попадает на сквозняк, он также меньше простоит, а без сквозняка он простоит дольше. Ну и все же, конечно же, когда-то с букетом придется расстаться. Розы можно засушить, повернув их вверх местом среза, а вниз головками. А другие букеты на память можно сфотографировать и потом вспоминать, кто подарил, по какому поводу. Есть ли у вас проверенные средства сохранения цветов в букете на долгий срок? Делитесь с нами в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok